Горожане поборются с канонирами за Деклана Райса. Себалью сможет сменить Ла Лигу на Бундеслигу. Эмью и Гарначо договорились о продлении контракта до 2028-го. Инсайдер Фабрицо Роману сообщает, что нападающий Барселоны Ансу Фати не собирается покидать каталонский клуб на фоне слухов об его уходе. Боссы Мансити не хотят терять форварда сборной Аргентины Хулиана Альвареса, поэтому любой ценой готовы удержать игрока. Согласно информации Football Insider, Барселона одержима желанием подписать полузащитника Манчестер Сити Родри следующим летом, так как видит в нем замену легендарного опорника Серхио Бускетса. Прибытие форварда PSG Келлианом Баппе на Сантьяго Бернабео кажется неизбежным. Это вопрос времени. Согласно информации, француз хочет перебраться в Реал не один. По информации издания Спорт, Барселона предложит Хави продлить контракт после окончания текущего сезона. Испанский специалист лидирует в Ла Лиге, а ранее выбрал Суперкубок Испании в прошлом месяце. Согласно информации итальянского издания Тутто Спорт, Арсенал продвинулся в гонке за подписанием правого защитника Дензела Думфриса из миланского Интера. Футбол Инсайдер сообщает, что Нью-Кассу внимательно следит за защитником Арсенала Кираном Тирнии. Шотландец был усажен в запас наставником Микеле Мартетте из-за травмы, а после прихода Александра Зинченко вообще потерял место в составе. По информации Футбол Инсайдер, несколько клубов английской премьер-лиги заинтересованы в подписании контракта с нападающим Арсенала Фоллареном Балагуном, который сейчас уступает за Реймс и в конце сезона вернется из аренды. Как сообщает Телефуд, Арсенал пристально следит за нападающим Монпелье Элли Вахи, который в этом сезоне забил 8 голов в Лиге 1. По информации журналиста Дэвида Орнштейна из The Athletic, Челси приостановил переговоры с полузащитником Мэйсоном Маунтом по продлению контракта, поскольку все стороны хотят сосредоточиться на премьер-лиге и Лиге чемпионов. Манчестер Юнайтед рассматривает вратаря лица Илона Мелье в качестве долгосрочной замены Давида Дехея, сообщает британский таблоид The Sun. Бавария вступила в борьбу за вингера Челси Хакима Зиеша. Футболист сборной Марокко очень хотел присоединиться к Пари Сен-Жермен во время январского трансферного окна, но его переход во французскую столицу сорвался в последний момент. Агент Пени Захави сообщил президенту Барселону Жуану Лапорти, что его клиент, правый защитник Баварии Бенджамин Павар, будет открыт для перехода летом в стан сини-гранатовых, сообщает издание Билд. Весхэм нацелился на хавбека Лацо Сергея Миленковича Савича и полузащитника Келвина Филлипса из Манчестер-Сити, в которых ведет замену Деклану Райсу. Этим летом Манчестер-Сити подпишет новый контракт с защитником Натаном Акке, сообщает The Daily Star. Утверждается, что новая сделка будет включать значительное повышение зарплаты голландского футболиста. Ньюкасл заинтересован в подписании звездного полузащитника Сангемптона Джеймса Уордпроуза. Тем не менее, сороки столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны трех клубов английской премьер-лиги – Манчестер Юнайтед, Челси и Вестхэма. Манчестер Юнайтед не готов расстаться с форвардом Маркусом Решфордом. На Олд Траффорд считает, что сумма в 130 миллионов евро отобьет покупателей. Ньюкасл надеется усилить команду летом и выбрал полузащитника Ювентуса Адриэна Рабьо. Глейзеры могут остаться во главе Манчестер Юнайтед. Ранее сообщалось, что американский хендж-фонд, ранее владевший Миланом, готов вложиться в Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед готов расстаться со Скоттом Мактоминаем. Главный тренер «Красных дьяволов» Эрик Тенхак не рассчитывает на 26-летнего шотландского полузащитника. Согласно информации портала Найтин Мин, Манчестер Сити заинтересован в подписании капитана Вестхама Деклана Райса, который является одной из основных трансферных целей Арсенала. Горожане могут остаться без Илкая Гюндагана и Бернарду Силвы, поскольку оба полузащитника рассматривают вариант смены клуба. Контракт Деклана Райса истекает летом 2024-го. Молотобойцы постараются заработать на борьбе за хавбэка сборной Англии, зная, что и Арсенал, и Манчестер Сити видят в нем идеального игрока для усиления своей команды. Мюнхенская Бавария заинтересована в приобретении полузащитника Дани Себальоса, поскольку главный тренер Юлиан Нагельсман считает, что испанец идеально подходит для его игры, которую он ставит в Мюнхене. Журналисты Матео Моретто и Серхио Сантос из Ревелло утверждают, что пока есть интерес только со стороны Баварии, которые пока не сделали официального предложения. Сам Себальос всегда хотел добиться успеха именно на Сантьяго Барнабео. Он наконец-то получил игровое время и признание как от главного тренера, так и от болельщиков. Поэтому ситуация может измениться. Ряд испанских СМИ уже сообщили, что Лос-Бланко собирается предложить игроку Реала новый контракт, поскольку его нынешнее соглашение истекает в конце сезона. Алехандро Гарначо близок к продлению контракта с Манчестер Юнайтед. Клуб и полузащитник достигли устной договоренности о заключении соглашения до 2028. Сторонам осталось доработать некоторые детали. В новом контракте зарплата игрока будет скорректирована в соответствии с его новым статусом в команде и прогрессом которого он добился. Кроме того, доходы игрока будут постепенно расти по мере его дальнейшего прогресса. Официально о продлении контракта с 18-летним футболистом Юнайтед может объявить в течение ближайших недель. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024. ПСЖ намерен усилиться предстоящим летом. После двух сравнительно спокойных трансферных окон, парижане уже думают об усилении состава. Советник ПСЖ по футбольным вопросам Луиш Кампуш нацелен на трансфер нападающего Айнтрахта Колом Муани. Считается, что он составит хорошую связку с Киллианом Бапе. Также ПСЖ интересен нападающий Маркус Тюрам, который бесплатно уйдет из Гладбахской Баруси летом. Кроме того, ПСЖ хотел бы усилить полузащиту. Клуб следит за 21-летним центральным полузащитником Гладбахской Баруси Куа Диоконе. На счету 24-летнего Колом Муани в этом сезоне 15 голов, 12 результативных передач в 30 матчах за Айнтрахт. У 25-летнего Тюрама 14 голов и 4 результативные передачи. 21-летний Коне забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас и получил 8 желтых карточек в 21 игре за Гладбах. Полузащитник Лестера Юрий Тилиманс регулярно становится героем трансферных слухов. Как сообщает Портал Гол, фаворитом в гонке за Тилиманса стала Дормундская Баруси. При этом Ювентус остается в числе клубов, проявляющих интерес 25-летнему бельгийцу. Действующий контракт Юрия Тилиманса с Лестером рассчитан до завершения нынешнего сезона. Таким образом, Баруси или любой другой клуб имеет возможность подписать игрока летом бесплатно. За Лестера Юрий Тилиманс провел 186 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 25 результативных передач. Манчестер Юнайтед планирует сохранить в своих рядах двух футболистов. Приоритетом для красных дьяволов является продление контракта с нападающим Маркусом Решвардом. Об этом в соцсетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Маркус Решвард нынче находится в прекрасной форме. В 36 матчах этого сезона форвард забил 24 гола и отдал 8 голевых передач. Действующий контракт Решварда с Манчестер Юнайтед рассчитан до середины 2024 года. Также Манкуниансы рассчитывают подписать новый трудовой договор с защитником Диогу Далотом. Контракт 23-летнего португальца также истекает по завершению сезона 23-24. Мадридский Реал очень пристально наблюдает за нападающим турецкого Ювентуса Душаном Лаховичем. По информации от Диарио АЭС, кандидатура серба активно обсуждается. Напомним, в конце сезона Реал может потерять своего главного бомбардира Карима Бензема, у которого заканчивается контракт. С будущим француза еще ничего не решено, но держа в уме его потенциальный уход, Реал очень пристально присматривается к Влаховичу. В нынешнем сезоне Влахович отметился восьми уголами и двумя результативными передачами в итальянской серии А. Ювентус год назад заплатил Ферентине за его трансфер 81,6 миллионов евро.